Жильцы шестого микрорайона уже даже не могут сдерживать эмоции. Терпение закончилось. Год они ведут борьбу со своей управляющей компанией и застройщиком этих домов. Казалось бы, во всех квартирах стоят индивидуальные приборы учета воды. Можно экономить и не платить лишнего. Однако в платежках указаны заоблачные суммы. Откуда же они берутся? К примеру, за отопление в квартире люди платят около 150 рублей, а за общедомовое – 5,5 тысяч. Создается впечатление, что жильцы дома оплачивают все вот эти магазины, которые Лен Инвест сдает в аренду, либо там продал. Это опять же наши пока домыслы. Пока работает сегодня комиссия, наконец-то мы достучались, что получая, может быть, наличными деньги от тех, кому они сдают в аренду квартиры, ну еще и по второму кругу нас обдирают. Еще хуже приходится собственникам нежилых помещений. Они тоже считают, что платят за свет больше, чем положено. Общедомовые нужды, даже электроэнергию от подъезда и от всего вешают на остатки, на нежилые помещения. Мотивируя это тем, что то, что остается от дома, должны нежилые платить. Ну, потому что площадь у них больше, как известно. Помимо этого, мы платим электроэнергию еще в электросети отдельно. То есть у нас идет двойная плата. Узнать, за что управляющая компания берет такие деньги, невозможно. Как только жильцы или собственники нежилых помещений приходят к руководству ДЭС номер 6 за объяснениями, их чуть ли не выгоняют. Самим бороться с таким беспределом они устали и обратились за помощью главе Ленинского района. Те квитанции, которые поступили в наш адрес, они действительно настораживают достаточно большими суммами за отопление. Поэтому главой района в результате всех обращений было инициировано обращение в прокуратуру Московской области, в Государственную жилищную инспекцию с просьбой провести проверку по фактам, изложенным в этих обращениях. По результатам проверки Государственной жилищной инспекции ситуация должна проясниться. Телеканал «Видное ТВ» будет следить за развитием событий в 6-м микрорайоне.